Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Новый вкус любимого хлеба. На Самарском булочно-кондитерском предприятии продемонстрировали новую автоматизированную линию по производству любимых горожанами булочек и батонов. Одно из основных преимуществ, которым гордятся самарские хлебопеки – натуральность продуктов. Несмотря на повальную тенденцию к увеличению сроков хранения, на производстве сохраняют верность традиционному набору ингредиентов, а вот технологии внедряют передовые. Новое в пищевой промышленности и в развитии города с сотрудниками комбината обсудил глава администрации Самары Олег Фурсов. С пылу с жару румяные ароматные булки отправляются в путешествие по конвейеру. Новую автоматизированную линию производства в Самарском булочно-кондитерском комбинате запустили в прошлом году. Передовое оборудование хлеб печет практически само. Нет контакта человек с продукцией. К тому же в специальной установке булки не только охлаждают, но и стерилизуют. За счет этого срок хранения готовых изделий увеличивается до пяти дней. О тонкостях пекарского искусства и новых технологиях в производстве сотрудники завода рассказали главе администрации Самары Олегу Фурсову. Кроме 50 наименований хлебобулочных изделий, здесь выпускают слойки с дубой настоящие произведения кондитерского искусства. В каждом цехе чистота и порядок. По такому же принципу должен развиваться и город, отметил глава администрации на встрече с коллективом. Двигателем прогресса стала реформа местного самоуправления. Районные советы депутатов, которые жители выберут в сентябре, займутся решением вопросов локальных, а значит и эффективность работы повысится. Власть заинтересована в том, и областная, и городская, чтобы районные советы были сформированы из представителей трудовых коллективов. Только всем обществом мы можем изменить темпы развития города. Мы это должны обязательно сделать. Районные депутаты, всего в городе их будет 284, должны быть хорошо знакомы жителям. К примеру, на БКК в кандидаты планируют выдвинуть председателя правкома, зама главного инженера, который 15 лет трудится на предприятии и в районе известен как активный общественник. Сотрудники комбината уверены, новая система власти – это возвращение традиций ради движения вперед. Не первый год живу в Самаре. Десять лет в свое время работала в жилищной системе. Как раз были именно такая система самоуправления. Когда в районах была власть, которая решала все на местах. Житель района или этого дома управления, он не доходил даже до района, до районной власти, а решал все на местах. А пока с вопросами насущными хлебопеки обращаются к главе администрации. В этом году городские власти уже закупили 82 новых автобуса. Такого обновления пассажирского автопарка не было больше 20 лет. Дальнейшее преобразование в областной столице напрямую зависит от жителей, чье мнение станет основным не только на выборах, но и в дальнейшем процессе развития районов. Айгуза Ганшина, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. На совещании по вопросам ЖКХ и благоустройства первый замглава администрации Самары Владимир Василенко поручил заместителям глав районов по благоустройству взять на контроль непокошенные заросли, спрашиваясь, результат обещал строго. Спиленные ветки аварийных деревьев не должны превращаться в дрова. Вызывайте машины и вывозите их из городских улиц. Первый замглавы администрации Самары Владимир Василенко дал указание не затягивать с вывозом сухостоев. Оперативность должна быть и в покосе травы, причем не только на территориях, закрепленных за управляющими компаниями. Вот этот зам, эта территория закреплена за замом по благоустройству ЖКХ. Это его персональная территория. И пусть он ее щипает, лижет, собирает, ждет, что угодно делает. Это его территория. Другого подхода не будет. И говорит незакрепленное районно, слышали, нет? Все, и эту тему закрываем. На оперативном совещании по вопросам ЖКХ и благоустройства поднимаются актуальные для города проблемы. В том числе вскрытие асфальтового покрытия, которые по-прежнему не заделаны. И люди вынуждены передвигаться чуть ли не по воздуху. Нерадивым подрядчикам, которые не укладываются в сроки по восстановлению дорожного полотна, городская административно-техническая комиссия выписывает штрафы за несоблюдение требований. Длительные сроки восстановления. Есть вскрытия, которые были еще апрельские, майские, июньские. Обращаются за продлениями. Мы считаем, что это не обоснованно, это не форс-мажор. По поручению первого заместителя главы администрации Самары Владимира Василенко, места, где уже закончены все работы по перекладке труб, должны быть благоустроены в ближайшее время. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Озерный райский уголок для людей, уставших от городской суеты. Безопасность, уют и доброжелательность местных жителей отличают его от всех остальных. А теперь еще и благоустроенность. После того, как Олег Фурсов посетил поселок и пообщался с жителями, здесь началась активная работа. Как исполняются поручения главы администрации в нашем сюжете. Какая вкусная малинка. Красная, спелая. Полакомиться спелыми ягодами для мальчика – настоящее летнее счастье. Бабушка Лидия Курова для того и разбивала полисадник под окнами дома, чтобы витамины были прямо с куста и в любое время суток. Ну, конечно, удобно. Так вот, говорю, на первое время хотя бы оно всегда, как говорится, ни на рынок, ничего. Та же зелень, лук там все, укроп. Все на первое время, как говорится, уже хорошо оно. Тяга к земле и страсть к огородничеству – отличительная черта жителей поселка Озерный. Помидоры, огурцы и гигантские кабачки – гордость местных хозяек. Красок и настроение добавляют цветы. В них поселок просто утопает. По просьбам жителей сюда завезли чернозем, который люди тут же распределили по своим участкам. А осенью будут еще и саженцы. Поселок преображается на глазах. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова, с улиц вывезли почти тысячу тонн строительного мусора. Он лежал здесь со времен строительства поселка. Заодно очистили и берег озера. Купаются здесь можно, лодки поставить можно, у кого есть катера здесь. Ставят так, что я бы в город не поехал. Совершенно суета. Здесь спокойно все. Рыбалка рядом, никуда не надо ездить. Маленькая рублевка – так называют озерные местные жители. Это 17 трехэтажных домов. Пока здесь проживает более тысячи человек. Поселок был построен для переселения сюда жителей из ветхого и аварийного жилья. Наша задача, как администрации города, района, соответственно, сделать так, чтобы жители, которые сюда переехали из центральных районов, не чувствовали свою удаленность. В этом году должны будем здесь устроить разворотное кольцо для автобусов, которые здесь ходят маршрутные. И, соответственно, будет также сделана остановка, будет построен тротуар. В планах переход на более экологичный транспорт. В городском департаменте транспорта разрабатывают проект троллейбусного маршрута. Он будет проходить по Уральскому шоссе и охватывать не только поселок Озерный, но и совхоз Кряж и Южный город. Глава администрации Олег Фурсов держит на контроле выполнение поручений, которые он дал подчиненным после посещения поселка. Такие поручения, касающиеся насущных потребностей людей, крайне важно выполнять в восстановленные сроки и с хорошим качеством. Значит, у нас с вами не должно быть никаких здесь пробуксовок, потому что в центре нашей работы это внимание к конкретному человеку. Сейчас в работе вопрос с аптечным пунктом. Помещение найдено, ведутся переговоры с провизором. Сотрудники департамента потреб рынка промониторили в местном магазине цены и качество товаров. Покупать здесь оказалось выгоднее, чем в городе. У каждого есть дисконтная карточка постоянного жителя Озерного. По ней люди делают покупки со скидкой. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. Самореактивно идет комплексный ремонт городских дорог. Улица Агибалова уже на финальной стадии. Как только уложат тротуарную плитку, займутся газонами и разметкой. Наш корреспондент продолжит тему. Желтая тактильная плитка и удобные пандусы для маломобильных и слабовидящих граждан. Светофор со звуковым сигналом и крепкое ограждение пешеходного перехода. Комплексный ремонт улицы Агибалова перешел в завершающую стадию. Отремонтировано дорожное полотно, установлен новый бордюрный камень. Сейчас бригада рабочих укладывает плитку на пешеходную зону. Подрядчики уверяют, работы будут завершены раньше срока. Опережение связано прежде всего с грамотной планировкой работ и круглосуточной организацией работ. Потому что днем мы производим работы, чтобы не мешать жителям города в ночное время работы компрессорами, шумные виды работ. А ночью мы производим работы, чтобы не мешать водителям, автомобилистам, не создавать пробки. В этом году на ремонт самарских дорог направлены существенные средства из областного и городского бюджетов. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы стартовали раньше обычных сроков. Поэтому результаты по многим объектам видны уже сегодня. Масштабный подход к ремонту стал возможен благодаря тесному взаимодействию городской администрации и правительства области. Под постоянным контролем четкое следование установленным срокам и качество работ. В текущем году работы по ремонту элементов благоустройства в городском округе Самары ведутся во всех районах города, даже в самых отдаленных. Куйбышевский район, Промышленный, Кировский район, все охвачены ремонтом. Последним штрихом станет нанесение дорожной разметки и установка знаков. Также не забудут о парковках и урнах для мусора. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Знаки и разметки на дороге не указ для тех, кто управляет автомобилем в нетрезвом виде. Более 130 водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, привлечены к административной ответственности в ходе совместной работы инспекторов ДПС и активистов общественного движения «Ночной патруль». Напомню, к совместному патрулированию улиц они приступили в марте. Итоги очередного рейда в нашем сюжете. Дежурная часть по улице Чапаева, вот Ленина в сторону улицы Победы, движется 14-я черная, сейчас на улице Ленина аварию чуть не сделал. Около двух часов ночи на одной из улиц Тольятти активисты «Ночного патруля» заметили Вазовскую 14-й, водитель которой вел себя подозрительно. Информацию о нем передали дежурному экипажу ДПС. Уже через несколько минут полицейские обнаружили автомобиль. Требования инспекторов остановиться водитель легковушки проигнорировал. Началась погоня, в ходе которой лихач не раз грубо нарушал правила дорожного движения. Остановить нарушителя удалось только после того, как его автомобиль угодил в яму. Выяснилось, в легковушке помимо водителя находилось еще несколько человек с признаками алкогольного опьянения. У меня отдыхалки не хватает, я же не спортсмен. Еще, 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 чуть-чуть, давай, вот, все. Вот идет анализ, ждите. Прибор показал, 28-летний водитель легковушки пьян. Теперь как минимум полтора года ему придется походить пешком, а также заплатить штраф в 30 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Более 30 литров алкоголя изъяли полицейские в ходе совместного рейда с активистами народного контроля в одном из магазинов в железнодорожном районе Самары. По данным правоохранителей, лицензии на продажу горячительного у заведения не было. Кроме того, сопроводительные документы, подтверждающие качество товара, также отсутствовали. Теперь предпринимателю грозит крупный штраф от 200 до 300 тысяч рублей. За данное правонарушение виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по части 2.14.1 и части 2.14.16 Кодекса административного правонарушения. Из незаконного оборота изъята алкогольная продукция, общим объемом более 30 литров на сумму свыше 13 тысяч рублей. Жители советского района годами терпели вынужденное соседство со свалкой, но в итоге решили положить этому конец. Мало того, что мусорка портила внешний вид района, так еще и создавала риск возникновения пожара. Улица советской армии 149. Здесь на бесхозной территории годами росла свалка. Однажды, вспоминают старожилы, даже был пожар. Такая ситуация совсем не устраивала местных жителей. Жители обращались в совет ТОС и в общественный совет, в администрацию района. И, как видите, сами с усилиями, то есть с совместными усилиями назначили субботник. Сегодня здесь не только убрали скопившийся мусор, но и спилили опасные сухие ветки – поросль. Жители радуются, наконец-то увидят солнечный свет. Вы знаете, терпели, терпели, сами убирали, но сейчас уже все стали взрослые, и мы не можем это делать. Поэтому нам спасибо, конечно, за помощь. Жители вместе с общественными советами готовы включиться в работу по благоустройству родного района. Вместе они сформируют команду, которая поможет преобразить и город в целом. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. Как правильно заниматься благоустройством дворов, знают в общественном совете поселка Управленческий. Там после встреч с жителями общественники составили список дворов, требующих обновления. Работы по списку уже начались. Вопреки названию улица Крайне стала первой. Долгожданные новые лавочки вместе с местными жителями проверил на прочность и наш корреспондент. Последний штрих в ремонте скамеек. Обновить дворик, а главное поставить лавочки. Такой наказ от жителей получил общественный совет поселка Управленческий. Мы очень рады, что общественный совет откликнулся на нашу просьбу облагородить немного наш здесь участок. И помочь сделать лавочки. Мы с этой просьбой несколько раз обращались в нашу управляющую компанию. Но просьба осталась без ответа. Новенькие лавочки прошли даже строгий контроль бабушек. Обновку испытывали всем двором. Ну как, выдерживает лавка? Выдерживает очень хорошо даже. 108 килограмм нормальный ход. Нормально, очень хорошо, да. Бабушкам скамейки, детям яркую площадку. Во дворе покрасили детскую горку, лестницу и лабиринт. Все это небольшая часть того, что еще нужно сделать. Местные цветоводы просят поставить для полисадника новое ограждение. Старому, как и самому дому, уже больше 30 лет. К осени на клумбы планируют завести чернозем. И даже на этом обустройство двора не закончится. Ну вот в основном дороги асфальтировали. Год прошел и появились трещины. То есть будем поднимать сейчас, ну во всяком случае постараемся договора, чтобы до гарантийного срока они нам вот эти все муниципальные заказы, которые они якобы выполнили качественно, они, значит, вот эти вопросы нам порешали. Вопросы благоустройства в микрорайоне стало решать проще. Общественный совет, как мостик между муниципальной властью и жителями, свою эффективность доказывает на деле. Деятельность и ответственность – главные качества людей, которые сформируют команду созидания. За них самарцы проголосуют 13 сентября на выборах в районные советы депутатов. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре продолжается прием документов от кандидатов на выборы в районные советы депутатов, которые пройдут 13 сентября. Партийные списки кандидатов от партии «Единая Россия» уже поступили в территориальные избирательные комиссии Ленинского и Октябрьского районов. Наш корреспондент продолжит. 13 сентября жители Самары сформируют состав нового уровня власти. В городе пройдут выборы в районные советы депутатов. О своем участии в избирательной кампании уже заявили представители всех парламентских и ряда непарламентских партий. Документы на 39 кандидатов по списку в избирательную комиссию Октябрьского района подали представители партии «Единая Россия». Кандидаты становятся действительно народными. Это люди, которых знают, которых поддерживают на местах, которые пользуются доверием. Это председатели Советов многоквартирных домов. Это работники социальной сферы, то есть территориальных общественных советов. То есть те, кому люди со своими проблемами обращаются каждый день. Кандидаты уверены, для того, чтобы помогать жителям, не обязательно дожидаться дня голосования. Работу нужно начинать уже сейчас. Мы встречались и с председателями ТОСов, и с председателем многоквартирных домов, собирали советы многоквартирных домов. Они нам с помощью них и с ними вместе мы, собственно, и пишем программу кандидатов, по которой потом будем отчитываться. Будем стремиться, пытаться сделать район, Октябрьский район, ярче, краше. Выдвижение кандидатов идет полным ходом. На сегодняшний день только в Октябрьском районе документы на регистрацию подали более 150 кандидатов от восьми политических партий. Выборы идут активно, спокойно, в доброжелательной нормальной атмосфере. Кандидаты политические партии ведут себя корректно, очень активно. Это радует. С изменением системы местного самоуправления в Самаре персональная ответственность каждого кандидата, а впоследствии депутата районного совета, возрастает. Жители будут знать, кто представляет их интересы в совете, к кому обратиться за помощью и от кого потом требовать исполнения обещаний. Павел Бимаков, Константин Головин. События. Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам второго квартала 2015 года сократился почти на 55%. Кроме того, банки стали выдавать меньше потребительских займов. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Наш телеканал и расширяет зону своего вещания. Самара ГИС теперь доступен жителям микрорайона Крутые Ключи и коттеджного поселка Ударник. Настройте Самара ГИС в цифровой сети EGS Telecom. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи. Любой кредит подобен клизме. Вам делают финансовые вливания с целью в дальнейшем полностью опорожнить ваш кошелек. Правда, сейчас эту процедуру проводят все реже и реже. По последним данным, объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам второго квартала 2015 года сократился почти на 55%. В первом квартале падение ипотечного кредитования составило почти 52%. Кроме того, банки стали выдавать меньше потребительских займов. Сокращение в годовом выражении составило 45,5%. Объем выдачи кредиток упал во втором квартале более чем на 50%. Автокредитов на 35,4%. В этих сегментах темпы падения замедлились, хотя все время были отрицательными, начиная с первого квартала 2014 года. Кстати, сейчас банки придумали новое развлечение. Они звонят вам и спрашивают, не хотите ли вы получить мегакредит под убой на низкие проценты. Вы хотите, оформляйте заявку, но вам отказывают, даже если у вас кредитная история святая, как папа римский. Россияне стали покупать больше алкоголя, табака и техники, сообщила компания Нильсона. По данным исследователей, индекс потребительского доверия вырос с 72 до 78 пунктов. Во втором квартале 2015 года на алкогольной продукции экономили лишь 24% респондентов. Экономия на курении также уменьшилась с 17% до 13%. На технике теперь экономят 38% против 43%. Развлечения вне дома стали позволять себе 46% против 45%, а на еде не экономят 54% против 52%. Зато на одежде теперь экономят 56% россиян против 50%. О сокращении трат говорят 68% россиян. Собственно, это понятно. Хоть какая-то стабильность организовалась. А с алкоголем тоже все ясно. Очередной кризис обмыть надо. Реальная цифра снижения количества турагентств за этот год составляет до 30%. Причем реальное сокращение было завуалировано уходом многих в работу на дому с возвращением в начале летнего сезона. По прогнозам экспертов, очередное сокращение начнется к осени. Причем в группе риска окажутся как работающие исключительно с европейским рынком из-за введения нового шенгена, так и ориентированной на массовый ширпотреб. Кстати, с шенгеном поторопитесь, а то у европейцев какой-то новый бзик. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1623 пункта. Аутсайдеры. Сургутнефтегаз, Уралкалий, ММК, Лукоил и Газпром. Среди лидеров роста. Алроса, КамАЗ, Полюс, Золото, аптечная сеть 36,6 и РДР Русала. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день повышением. Европа и Азия тоже в плюсе. Нефтяные котировки снижаются. Курс доллара на 21 июля 56,83 рубля. Курс евро 61,69 рубля. Золото стоит 2037 рублей за грамм. Серебро стоит 27,12 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 56,65 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова